МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27 ноября пятница. Смотрите в новостях телеканала ОСА. Как считают районные чиновники? Почему 70 на 3 – 70? Прошу голосовать. Конечно, абсурдная ситуация. Предполагаю. Плата за детский сад, космодром по Дачинскому и другие важные новости. Анна Ахметова подготовила обзор. Если вы не диванный эксперт, собрали для вас в одном сюжете все места, где покататься на лыжах. Абсурд и дежавю. Так в двух словах я скажу о сегодняшней ситуации в районе. Абсурд – это о приватизации, когда в результате продажи трех объектов по 70 тысяч каждый бюджет может получить 70 тысяч. Такая вот арифметика от районных чиновников. Ну а дежавю – это про выборы главы района. Теперь обо всем по порядку. Плата на сегодняшний момент – это вся техника, которая подлежит реализации путем приватизации. Распродажи от районной власти не в пример черной пятницы. Два школьных пазика и газель. Всему транспорту немногим за десяток лет. При этом по представлению Ксении Брилевой, недавно назначенной исполнять обязанности замглавы района, каждая единица техники на торгах стартует от 70 тысяч рублей. Такие копеечные расценки удивили депутатов. Но еще большее удивление вызвала итоговая сумма, которую, по словам Брилевой, они планируют получить в бюджет – 70 тысяч. Интернет откройте, просто наберите реализацию с предприятий, представление рыночной стоимости. Чего смеяться-то? Коллеги, дороже будет стоить или дешевле? Конечно, дороже базик. Его купит любой перевозчик, и он будет стоить порядка 200-300 тысяч минимум. В итоге странная приватизация районных чиновников пока не одобрена. В 2020 году вообще работа не проведена. В 2019 году это же имущество не продано, соответственно, два года работы нет. Вот вопрос и возникает у всех, почему, да, предполагаемый доход. 70 тысяч, при этом оценивается каждая единица по 70 тысяч. Ну, чисто математика, 7 на 3 должно быть 210. Но вот поэтому отклонили. Надеюсь, следующие профильные комиссии дадут исчерпающие там информацию. А теперь о дежавю с выборами главы района. Сегодня стало известно, 8 декабря, как было объявлено ранее, конкурс на должность районного начальника не состоится. После протеста прокурора его пришлось перенести на более поздний срок. Организаторы просто ошиблись в сроках подачи документов для кандидатов. Напомним, пока заявилось 7 желающих, их список вы видите на экране. Сейчас могут появиться новые фамилии. К слову, 5 лет назад в районе главу тоже выбирали не с первого раза. Со второго раза сегодня и райсовет определился с кандидатурой вице-спикера. Необходимую поддержку среди коллег получил Шухрат Тангаторов. Наталья Сусанина, Вильтан Кальмулин, Телеканал ОСА. Ачинцы получают бесплатные лекарства от коронавируса. В середине ноября новости ОСА рассказали, что в межрайонную больницу поступили около 200 упаковок робидола, парацетамола и азитромицина. Это была первая партия, и с тех пор в МРБ пришли еще препараты. Ожидается и новое поступление. Об этом нам сообщила старшая медсестра ковидной поликлиники. С понедельника это подразделение начало работу, и пациенты с новой инфекцией получают лекарства здесь. Лекарства еще остались. Они делятся на среднюю тепень тяжести и на тяжелую. Выписывается рецепт, отдается волонтеру. Волонтеру относит к пациентам, страдающим заболеванием новая коронавирусная инфекция. Врач принимает это решение, кому выписывать рецепты, и волонтерами мы относим. Напомню, теперь пациентов с признаками ОРВИ и коронавируса принимают в специальной ковидной поликлинике. Она расположена в бывшей клинико-диагностической поликлинике МРБ на 5-м микрорайоне. Здесь сосредоточены все ковидные бригады, которые выезжают на дом и берут анализы. Участковая служба, неотложка и диагностическое отделение по лечению ковид и ОРВИ. На базе нового центра работает телефон горячей линии 68545 и многоканальный телефон 62222. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие еще новости. Сделала для вас подборку важной и нужной информации. Родительская плата за детские сады не увеличится. В Ачинске это телеканал ОСА сообщила исполняющие обязанности за мэром Татьяна Быкова. Последнее повышение у нас было в прошлом году и сразу почти на 300 рублей. Хотя до этого несколько лет плата оставалась неизменной. В Управлении образования говорят, стараются максимально сдерживать рост. Итого родители будут платить в 2021 году 1470 рублей. Неожиданно мэрия объявила торги на ямочный ремонт и готова заплатить за это 5 миллионов рублей. К дорожной теме у Ачинцев пристальное внимание. Это общая городская боль, поэтому торги на ямочный ремонт, когда улицы в снегу, выглядят странно. Однако чиновники так позаботились заранее. В документах уточняется, что список адресов, где появятся заплатки, будет после весеннего осмотра дорог. И продолжу про дороги. Впервые за несколько лет в Ачинске будут отремонтированы внутриквартальные проезды. Это заявил главный коммунальщик Дмитрий Книга. Список власти уже сформировали, но в него можно внести изменения. В группе ВКонтакте АСА собирает предложение горожан. В народном задании есть дорога в 28-м квартале. Это в районе клуба «Гладиатор» и 6-й микрорайон. Успевайте оставить свою заявку. На следующей неделе городской совет может внести изменения. С 1 декабря истекает срок для уплаты налогов за имущество. Владельцы квартир, комнат, домов, земельных участков и транспортных средств платят налог за 2019 год. Потом начисляются пенни. В воскресенье 29 ноября по Дачинскому появится мини-космодром. На трубазе «Айдашка» состоится запуск ракет. Здесь пройдет региональный этап ракетостроительного чемпионата. Изобретали эти летательные аппараты воспитанники «Кванториума». Старта ракет в 9.00. Посмотреть это могут все желающие. И абсолютно бесплатно. В рубрике «Народные новости» сегодня видео от таручинцев. В деревне на улице Горной появился каток. Правда, люди не рады. Ведь вода залила дорогу. Как сообщил замдиректора фирмы «Коммунальщик» Никита Макаров, о проблеме они узнали в среду. Тогда это было небольшим пятном, по словам Макарова. Сегодня потоп они уже устраняют, пригнали техник. К вечеру, как заверяют коммунальщики, порыв ликвидируют. А на следующем видео звучит народная благодарность дорожника Ачинского транспорта. Чаще им достаются критика и недовольство. А тут респект за чистые остановки. За ноябрь столько снега выпало, они почистили остановки сразу вообще. Даже автобусы не шлюфуют. Вообще красавчики. Присылайте свои видео и комментарии, если стали участником или очевидцем городских событий. АСА покажет. Продолжит выпуск наша новая рубрика «В прошлом». В ней Ачинсы показывают старые фотографии города, которые у них сохранились, и делятся своими воспоминаниями. С советских времен сохранилась память о парке Троицке, в котором вся советская молодежь проводила свое свободное время. В данном месте, где здесь пустынно, находились скульптуры львов, и находился вот такой действующий фонтан. Фонтан из двух львов. Вот оно даже видно, что вода стекала, вот такая ваза была сделана. И Ачинцы очень любили фотографироваться возле этого фонтана. На этой фотографии изображена моя мама с тетей. На входе в парк, рассказывает Лариса, тоже была скульптура льва. А на месте сцены, которая сейчас расположена в парке Троицкий, по словам женщины, в 70-80-х годах был излюбленный аттракцион советских ребятишек «Лодочки». Чуть подальше – самолетики, а на пригорке – танцплощадка с духовым оркестром. Была, значит, она деревянная площадка, круглая. И по кругу этой площадки, значит, были лавочки сделаны, на которых можно было отдыхать, посидеть, послушать музыку. А по левую сторону был, значит, духовой оркестр играл. Мои родители, мама познакомилась как раз с папой на вот этой танцплощадке во время отдыха. На памяти многих Ачинцев сохранились и аппараты с газоводой в парке Троицкий. Стаканчиков одноразовых не было, стоял один. В аппарате можно было его промыть и налить воду без газа, стоило на одну копейку, с газом – три. Вообще, это было излюбленное место Ачинцев. Была такая ограда очень красивая, зелень всегда были очень красивые, цветы были высажены по дорожкам. Ну, а сейчас парк, конечно, изменился. Если у вас сохранились фотографии старого Ачинска или видео «Вы наш герой», расскажите свою историю в коротком ролике, каким был город 20, 30, 40 лет назад, на фоне фотографий с прошлого с обязательным указанием адреса и даты старой съемки. Свои истории присылайте к нам в группу ВКонтакте или звоните в редакцию. Мы найдем, как изменилось это место сейчас. Чтобы современный Ачинск стал лучше, нельзя забывать его историю. Наступил Великий День Победы. А вы, по-приво, улья. Победы. И на рот для аватарда Тумана. КОНЕЦ! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Подробности тарифа спрашивайте в офисе оператора. В новой Причулымке еще больше подарков. Праздничные продуктовые наборы, посуда, постельное белье и многое другое. Подпишись на газету до 25 декабря и участвуй в розыгрыше призов. Подробности в газете «Новая Причулымка». С наступающим Новым Годом! Ну что, Ачинцы, зима в самом разгаре. Это значит, пора выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Если ваши коньки до сих пор пылятся где-то глубоко в шкафу, то расчехляйте лыжи и вперед на трассы города. Пусть их немного, но все же они есть. Так что запоминайте адреса, где можно покататься с удовольствием и посмотреть на виды Ачинска. Излюбленное место отдыха горожан – это, конечно, березовая роща. В старом центре тут и виды красивые, и лыжня уже укатана. По будням здесь тренируются лыжники из спортшколы Мельниковой. А вот выходные можно свободно кататься. Проката тут нет, так что приходите со своими лыжами. Для тех, кто живет в привокзальном, прекрасным местом для зимнего отдыха и прогулок остается парк «Железнодорожник». Специально накатанной лыжной дороги тут нет, но можно прокатать ее самому. Если вы предпочитаете загородные прогулки на лыжах, то отправляйтесь в сторону Айдашек. На одноименной туристической базе лыжни уже накатаны. По протяженности они разные – 2, 3, 5 и 10 километров. Здесь есть прокат, в наличии лыжи деревянные и пластиковые. А вот на территории гостиничного комплекса «Сосновый бор» трассы обещали подготовить к выходным. Но организаторы говорят, что в воскресенье уже можно будет кататься. Если нет своего лыжного снаряжения, то тут его можно взять на прокат. За неделю столько произошло, но все я вам рассказывать не буду. А расскажу только про нелепые новости. Тут даже не стоит новость читать. Просто озвучу сам заголовок. Женщина украла из Римского музея кусок древнего мрамора, но через 3 года вернула его. Правда, стереть послание некому Сэму с артефакта не удалось. Она очень сожалеет, что не взяла то, что не принадлежит ей по праву. Не правда ли, это именно те самые новости, которые мы заслужили в 2020 году? Вот так новость. Оказывается, экстрасенсов все-таки не существует. Ведущего шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Сергея Сафронова отстранили от шоу. Все дело в том, что он получал взятки от участников проекта и давал им за это подсказки. На ТНТ подчеркнули, что на «Битву экстрасенсов» за 13 лет существования шоу пыталось попасть множество шарлатанов и тех, кто хочет пробиться на место участников любыми нечестными способами. Вот то есть вы вот сейчас серьезно, да, об этом? Ну, я надеюсь, что сейчас будет все по-честному. Класть асфальт в снег – это нормально. Укладывать брусчатку в дождь – тоже неплохо. Сдавать объекты благоустройства зимой – ну, это отлично. Но укладывать газон в рулонах поверх снега – это что-то новенькое. Вот такую фотографию выложил пользователь сайта Пикабу. Он прокомментировал фотку. Друг прислал фото с юго-востока Москвы. Я думал, прикол, а оказалось, что это он лично данное действие сфотографировал. Видимо, кто-то очень важный едет. Я вспоминаю строчки басни Крылова. «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успело, как зима катит в глаза». У нас таки происходят ямочные ремонты, ремонты дорог и благоустройства общественных пространств именно в зимний период. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. А у вас, Виталий, получилось это сделать. Ведь мэр Кива Виталий Кличко издал иллюстрированный сборник своих великолепных цитат, которые стали уже крылатыми. Книга называется «Далее будет. Я не молчу». Сборник выполнил в компактном формате гармошка. В него вошли 14 известных высказываний Кличко, сделанных во время различных брифингов и официальных мероприятий. Книга вышла тиражом в 3000 экземпляров в подарочном формате. Ну а на этом у меня все. Увидимся через неделю. И я надеюсь, что в нашей жизни станет меньше нелепых новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok